Всем привет, с вами Станислав Андреевич, с нами чаём. Ладно, опять у меня, я люблю поболтать. Всем привет, с вами Станислав Андреевич, здоровья вам, вашим близким. Давайте продолжим нашу необъятную распаковку. Я намерен сегодня закончить, не знаю через сколько, через какое время вы посмотрите этот ролик. Может быть в то время, когда вы будете его смотреть, я буду вот такой жирный, либо наоборот худой, либо не дай бог меня вообще не будет на этом свете. Но сегодня я есть, и поэтому сегодня я намерен показать вам годноту, которую я приобретал на протяжении последних месяцев. И вот сегодня давайте, наверное, посмотрим то, что у меня появилось в разные периоды моей жизни на PS3, на PSP, на PS4 и на Xbox. Ну, будет ещё чего-то, немножко на Wii и так далее. Я подниму бокал чая, вот он, за ваше здоровье, вас и ваших близких, и начнём. А давайте начнём с того, что не имеет отношения к игровой тематике. Я часто показываю книги, которые я покупаю. Вот недавно я взял Солженицына, раковый корпус. Вот, давно слышал об этом произведении. Солженицына читала «Дин день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» не читал, если честно, не хочу. Но очень заинтересовала меня психология больных, онкологии. И начал читать, такая достаточно атмосферная она, ну, возьму её с собой на Бали, хоть это и не то место, где стоит, ну, может быть, читать о раковых больных, но, в принципе, книжка, ну, произведение такое атмосферное. Вот, и взял ремарка. Я вообще, по своему времени, что-то на ремарка подсел. Это «Чёрный обелиск», это про послевоенные годы в Германии, после Первой мировой. Инфляция, кругом инвалиды. Германию во всём мире никто в хуй не ставит. Вот. Ну, не знаю, тоже, наверное, с собой возьму. Или с собой возьму Кинг, или ещё что-нибудь попроще. Может быть, Ирвина Уэлша. Вот, ну, я думаю, вы на тот момент, когда будете смотреть этот ролик, будете уже знать, что я туда с собой брал. Ну, дальше. На мой день рождения Джаз Евген подарил мне несколько, несколько игр. Вот. И одна из них вот такая. Мы с ним сидели, я к нему заехал, мы с ним посидели, поболтали. И он говорит, слушай, нету места, там надо делать стеллажи. Я говорю, у меня тоже проблемы уже с местами, я с этим столкнулся. И он мне дарит вот такой вот, ну, один из подарков. Вот такой вот бандл. Это Мэл Би. Вот. Он говорит, я говорю, братан, но только что говорили, место нет, куда мне вот это всё ставить. Он говорит, ну, ты же любишь Спайс Гелс. Я говорю, да, я люблю Спайс Гелс. Кстати, Мэл Би, это моя такая, ну, наверное, самая нелюбимая перчинка в этом коллективе была. Плюс это какой-то трешак из серии фитнес, там, тренинг. Ну, блин. Ну, как бы подарок. Наверное, дому коню зубы не смотрят. Ну, как бы куда-нибудь поставлю, пусть пока стоит, а там, как бог даст. Ну, я, знаете, всё-таки тяжело мне избавляться даже от хлама, который ко мне попадается. Вот. Ну, игра, это имеет отношение к очередному мув, там, или здесь какие-то эти самые растяжки, это самое, в банле, для того, чтобы, типа, там, разминаться, не выходя из дома. Ну, в эту шляпу я не верю, потому что одно время у меня жил в загородном доме, у меня там был чуть ли не свой спортзал. Это не работает. Так, дальше, давайте посмотрим, что на PSP у меня появилось. Почему-то захотел я себе купить в Штатах, ой, в Англии, себе на полочку покер, official game. Я знаю, что во все эти игры можно преспокойно играть на телефоне, но на телефоне я, как в игровом чуланчике чувак говорил, я считаю, не было, нет и не будет видеоигр. Вот. Может быть, я вот такой вот консерватор в этом плане, но я так думаю. И опять же, почему взял, я в покер играть не умел до той поры, пока не поиграл в Red Dead Redemption 2, и там мне правила эти, ну, не расписали. Да, в принципе, я понимал, что, значит, покер, но там я как-то более, вот, чуть-чуть, немножко больше понял эту игру. Опять же, много разного. Ну, пусть будет, такого у меня нет, как бы, ну, мне вот захотелось его купить, я купил. Как недавно мы с МакГрубером, здорово, братан, столкнулись в комментах, я сфоткал игры, которые у меня есть на PS4, он мне говорит, ну, и написал там трешак или нет, как вы думаете. Он говорит, половина есть, половина нет, и начал мне прищать игры, которые я покупал специально, и он мне говорит, ну, типа из серии трешак, да, потому что, ну, потому что ты не играешь. Ну, как бы, я совсем по другим критериям покупаю, я покупаю, сейчас эту игру просто, вот, я хочу ее иметь, да, я хочу, чтобы она у меня была. Как я всегда говорю, знаете, иногда бывает, захочешь во что-то поиграть, у тебя нету. Надо ехать, покупать, пока поедешь, купишь, найдешь, еще подешевле, и желание пропадет. А так появилось, хлоп, взял, там, вот, пинболы, тот же Рэкфест и так далее. Игры, кстати, достаточно неплохие, не очень часто попадающиеся у нас. Вот, поэтому, ну, некоторые игры, они являются трешачками, но я их покупаю, вот, ну, не просто, знаете, аба там или в бандле попался, а покупаю для того, чтобы они были. А это тоже я выбрать, купил, как бы, ну, осознанно, да, это «Пираты Карибского моря», «Collector's Edition». И «Collector's Edition», потому что, сейчас скажу, а, все, потому что здесь два диска на одном игра, на другом фильм. А я думаю, я сначала подумал две игры, если честно, а нет, на одном игра, на другом диск, ну, на другом фильм. Я люблю UMD-шки, я их собираю, в следующей части я вам покажу, и опять себе прикупил. Ну, UMD-шки я имею до UMD-видео на PSP, у меня очень много фильмов, причем крутых, вот, старых, вот, таких классических фильмов, 80-х, 90-х. Вот появился еще один, это 2000-е годы, но вот такой вот «Collector's Edition» я никогда не видел, и вот наткнувшись, купил. Дальше игра, которую я давно увидел у себя в барахолке, я решил, ну, так, начать подсобирать эту серию игры, ну, не в барахолке, а в скупке рядом с метро, две части, они были по 300, а тут зашел они по 200, я купил две части, это «Ridge Racer». Вот, «Ridge Racer» на PSP, первая часть, причем 0-2 игра, вот, наверное, она входила в стартовую линию, никогда не помню, играл я в «Ridge Racer» или нет, я знаю, по-моему, они тянутся там чуть ли не с первой сумки. И там же была вот вторая часть, вторая часть «Ridge Racer», это уже 422-я, то есть много позже вышло, ну, такой вот мини-сетик, вот, ну, хочу «Ridge Racer» посмотреть, подсобирать, у меня на PS3 есть такой интересный, он, вот, необычный, я такого раньше не встречал, какая-то тоже, какая-то там «Edition». Вот, такие дела, в общем, два «Ridge Racer», ну, купил за 400 рублей оба, в принципе, купил тоже осознанно. Вот эту игру, честно, я купил просто для того, чтобы купить, ездили в «Ашан», и когда мы едем в «Ашан», ну, с моей девушкой, да, всегда заезжаю, там есть у нас, ну, там «Мега Ашан», и там 1С «Интерес», заезжаю туда, и смотрю, стоит «Decidia», да, «Final Fantasy» за 400 рублей. Ну, думаю, куплю, как бы, финалка, мало ли как придет в голову собирать сет через 100 рублей, и тут смотрю, такой же «Steel Box», я говорю, сколько стоит, 600, и взял «Steel Box», вот, я не пойму, что это, «Fighting», что ли, по «Final» или нет, ну, взял только из «Steel Box», вот, распечатывать, наверное, не буду, ну, мне кажется, как бы, за 600 рублей, почему и не взять. Да, понимаю, что, ну, вот эту взял просто потому, что наткнулся, она мне, в общем-то, не нужна, но за такую сумму наткнулся, и why not. Там еще была же 400 Destiny 2, хотел взять, но решил вот все-таки взять вот эту. Дальше эту игру тоже взял осознанно, по-моему, за «Косарь» или за «Косарь 200», не помню, ездил ее покупать специально, другой конец Москвы, вечером без пробок, это «Flatout 4», вот. Я вам рассказывал, да, очень долго хотел «Flatout» найти, их не видел несколько лет в России в продаже вообще, первый и второй на «Соньке», в итоге, ну, нашел, в итоге, заказал в Англии, сейчас я их часто вижу, часто у меня в магазинчике всплывают, вот. И у меня появился, есть «Flatout» Head-On», тезка Стас Сбутова, спасибо, что подарил, первый и второй «Flatout», есть «Flatout 4» теперь и «Flatout» на 360-й Xbox. Про эту игру говорят, что она, ну, естественно, шляпная, вот, вот «Rackfest» говорят прикольные, которые я вам уже показывал, да, где там на автобусах можно гонять и так далее. И, оказывается, есть еще «Flatout» на «Nintendo Wii», и он такой эксклюзив для «Nintendo Wii», надо вот его заказать, и будет у меня сет. Вот, такие дела, будут у меня все «Flatout». Да, они есть еще на Xbox Original, но там они точно такие же, как на «Соньке». Дальше, это я тащил с Англии, я не помню, почем купил. Тоже купил, ну, как бы, чтобы посмотреть, это какая-то, то ли индюха, то ли какая-то такая мелкая игра на PS4. Я стараюсь недорого такие покупать, я не пойму, что это. А, это JRPG, вот, я сначала подумал, битэмап, что ли, какой-то. Ну, она на английском, Night War, Battle Chasers. Вот, и, знаете, там, за какие-нибудь, там, 4-3 фунта я всегда стараюсь 5 приобретать себе в коллекцию, потому что мне нравятся вот такие легкие игры на тяжелых объемных дисках. Вот, я не фанат JRPG, но она на английском, поэтому, ну, когда-нибудь можно и засесть. И еще одна игра от NIS America, это игра на PS4, мне кажется, тоже JRPG, это игра Grand Kingdom. Вот, тоже такая мелкая игра на крупном носителе, ну, на объемном носителе. На PS3 нам ходил, на PS4, на PS Vita. А, нет, там что-то другое. Вот, Odin Sphere, это другое. Вот. Не знаю, купил только потому, что вот нищий коллекционер говорил о том, что NIS America, это какие-то, там, переведенные или специально издававшиеся для западного рынка JRPG. Услышал NIS America и купил себе такую NIS America. Наткнусь на PS3, когда, ну, тоже куплю. Вот. Ну, понятно, что эти две игры купил так, больше для того, чтобы, ну, как бы, расширить свою библиотеку игр на PS4. То есть, неосознанно, вот эту осознанно купил. Хотя, не факт, что буду играть. Вот эти нет. Так, далее. Начинается PS3. Нет, хотя нет, давайте я вам покажу на Nintendo Wii. На Nintendo Wii купил Worms Space Oddity. Вот, в последнее время угорел по червячкам покупать, да, хочу всех их подсобрать. Вот. Вот, ну, по крайней мере, ну, начал там, есть у меня три на PS2, на PS1, теперь вот на Wii. Вот, они есть еще, переиздание их на PS3. Они у нас очень редко попадают, ну, я их вообще в России не видел. Вот. Ну, как бы наткнулся, решил купить. Уорл, значит, червячков я играл, помню, в детстве, не помню никаких консолях. Да, я их любил, мне нравятся такие стратегии пошаговые, прикольные, сами персонажи прикольные, опять же, хочется подсобрать. Вот, я как бы и купил, в принципе, осознанно. В этот раз на Wii редко покупаю, но если покупаю, то только вот то, что действительно заинтересует. Иксбокс Ориджинал. Блин, заляпанный, надо отлепить. Такой убитый бокс. Вот. Игра называется Wings of War. Это игра, такие, ну, авиааркадный, авиасимулятор времен Первой мировой войны. Вы знаете, я увлекаюсь историей Первой мировой войны, и поэтому все то, что касается Первой мировой, покупаю всегда. Ну, то, что касается игр. Wings of War, это, ну, тогда еще, ну, на так называемых кукурузниках летали, стреляли. Не знаю, буду ли я играть, хотя, знаете, у меня есть тоже игра на Xbox Original Red Baron, Красный Барон, Манфред фон Рихтгоффен, по-моему, да, его звали, вот, красненемецкий ас. Вот, и, то есть, у меня уже на Xbox Original две таких игры. Что-то новее, вот именно, ну, если не брать, там, вот эту дополнительную миссию в Battlefield Первой, что-то новее, вот, в такой тематике, ну, на каких-то более свежих консолях, поколениях, я не помню. Вот, ну, наверное, вот, если захочется поиграть, захочется полетать над Варденом, над прочими городами, там, где проходили сражения Первой мировой, Орденны, ну, не города, области, Орденны, Пашиндаль и прочее, всегда, наверное, можно, ну, он подключен, взять эти диски, поиграть на оригинальном Xbox'е. Вот, Counter-Strike, это, я скажу, по секрету, досталось по ссылке, лежало открытое, то есть, не стал при вас открывать, сэкономил ваше время и свое. Counter-Strike на Xbox, она мне, в общем-то, не нужна, единственное, почему купил, потому что это Counter-Strike, в принципе, ну, культовая серия, ну, до сих пор играет, кэс, там, что там, 1.6, я никогда не играл, потому что это PC-шная игра, но вот увидел ее на... Часто ее вижу, и в магазинчике она у меня продавалась на аукционах, на Xbox Original, эту мне прислал мой друг Влад из Англии, вот, спасибо, братан, еще раз, давно прислал, и вот, наверное, полгода назад, месяца 4, вот она до сих пор у меня лежит. Counter-Strike, дальше, что у нас еще, немножечко, ну, давайте 360-го, сцинет, это игра, у меня она есть на, по-моему, на Соньку, на третью, но здесь она онли, может быть, это, ее Ticket for Fun, может быть, это All New Movie Clips and Trivia, может быть, это какой-то эксклюзив, вот именно сцинет, вот он такой там, а здесь совершенно другой, вот, сейчас, по-моему, стараюсь покупать Only, вот, поэтому эту игру, вот, ну, опять же, мне ее подарили, но я ее хотел приобрести, ну, не стал, потому что вот она у меня уже есть, решил, по-моему, собирать на Xbox и на Xbox Original эксклюзивы, они, может быть, уже какие-то не эксклюзивы на этот, на сегодняшний день, но вот с надписью Only на Xbox или Only на Xbox 360, есть еще надпись, например, на Metro 2033, Only на Xbox 360 and Windows. Тропика, Тропика 3, она не русифицированная, естественно, это не очень хорошо, не знаю, если они русифицированные, ну, не PC-шные, а Xbox-овские, вот, я знаю, что сейчас и на PS4 есть Тропика, но она, по-моему, с русификацией, такая стратегия, да, типа SimCity, Дэмпарка, только ты на острове такой, не знаю, диктатор там и так далее. И почему купил, потому что они попались мне обе, недорого, я купил сразу же Тропика 4 с мануалом в полном комплекте и так далее. То есть, ну, не думаю, что немного друг от друга отличаются, все лишь разные компании, но есть вот Тропика 3, Тропика 4, теперь можно будет подсобрать что-то типа сета, я не знаю, где Тропика 2.1, 5, по-моему, на четвертой сумке есть, вот, короче, такие дела. Ну, эти тоже осознанно купил, но осознанно купил на полку, но вряд ли буду играть. Так, эту игру купил себе в коллекцию. Игра на четырех дисках, он ли на Xbox, это Lost Odyssey. Блин, тут немножко бокс подшатанный, ну, бокс, ладно, поменяю. Lost Odyssey, это, наверное, какая-то RPG-шка, вот, он ли на Xbox, лишь поэтому купил, несколько таких попадались мне в магазинчиках, их забирали. Да, неудобная тема, конечно, не перешел Xbox на Blu-ray, в том поколении, только в следующем, поэтому игры, которые у Соньки влазили на один диск, здесь идут на четырех или шести, но, как бы, купил только лишь из-за того, что это эксклюзив. Дальше, Lips, I love the 80-е, трешак, скажете вы, согласен, согласен, но я, во-первых, люблю тоже музыку 80-х, вот, Duran Duran, Erasure, ну, много здесь, The Cure, The Police, New Order даже, вот, и также купил то, что это Only, Only на Xbox, кстати, она не дешевая, Ну, я имею в виду, как бы, там, дороже остальных, дороже, по-моему, чем на 110-е, вот, такие дела, я не знаю, с чем в нее играть, наверное, я не понимаю, что это вообще, наверное, тут надо, ну, какой-то ритм отбивать там на геймпаде и так далее, вот. Ну, давайте, вот, пройдемся по играм на Xbox Original, Forza, Forza Motorsport, откуда все начиналось? Очень хочу, хочу Forza Horizon 4, вот, последнюю, но у меня нету Xbox X, у меня просто Xbox One, поэтому там 4K-то не потянет, ну, не знаю, насколько он там актуальный, ну, решил взять, во-первых, потому что это Only, во-вторых, это прародительница этой франшизы, я правильно понимаю, вот, ну, на мой взгляд, это обычная безымянная гонка, ну, не то, что безымянная, точнее, и так, с именем, но ничего интересного. Дальше, вот такая сейчас лежит в магазине, но я думаю, когда будете смотреть, все уже там купится, это игра Oddworld, вот, также вот хочу такую приобрести на PS1, Oddworld, я часто не слышал, это какой-то чувак непонятный, вот, ну, не знаю про что, она такая, по-моему, игрушка-то Made in Ireland, сделана в Ирландии, я не пойму, в Ирландии что сделана игра, Короче, ну, тут с вами геймплей посмотрю, я ее всегда путал, знаете, есть игра, где пластилиновые такие, квест, но это другая, правильно, вот эти какие-то пластилиновые чуваки, типа, квест из пластилина, бла-бла-бла. Дальше, шиф, Deadly Shadows, игра, тоже Only, тоже Only на Xbox, какой-то шиф я играл на Xbox 360, ну, раздавали его в Live, вот, ну, что-то мне не зашел, не знаю, это что-то типа стелса от первого лица, ты там бегаешь за какого-то, вот, вора, я не знаю, и что-то крадешь, как-то убиваешь, там, и так далее. Ну, опять же, Only на Xbox, и, ну, такой прародительный, я так понимаю, серии. Дальше, Dancing Stage Unleashed. Танцевалка на Xbox Original, опять же, трэш, да, но Only, Only на Xbox. Ну, говорю, хочу, пока есть возможность, пособирать эксклюзивы на него, потому что все остальные все-таки стараюсь покупать на Соньку, хотя на Xbox очень многие игры лучше, он более приближен к, ну, там, процессором Pentium стоит какой-то, компьютер, PC-шным, те же самые Half-Life первая часть, там, Мафия, мне кажется, актуальный брать на Xbox, хотя, опять же, могу ошибаться. Ну, как вот сам Джаст Евгений, который смотрит игры на PS3, соглашается с тем, что, ну, большинство мультиплатформ на Xbox гораздо лучше, чем на Соньке на 3. И вот такая вот у меня Xbox Collectors, это GTA, GTA 3 и GTA Vice City. Вот так, вот так все это выглядит. Вот здесь такие рукава, Rockstar Game Double Pack. Люблю вообще всякие дабл-паки, здесь у меня открывается, тут карты, марта, идеальное состояние. Короче, вот так все выглядит, Vice City и GTA 3. Вот про что я говорил, что, возможно, на Xbox лучше, приближено более к PC-шному. Могу ошибаться, но эти игры есть у меня на Соньке, но я не мог не купить вот такой бандл, прикольный, красивый коллекшн на Xbox Original, на полочку. Вот, теперь он у меня есть. У меня многие игры в коробках, и я вот подумываю подкупить уже, ну, там, в скором, надеюсь, времени, парочку стеллажей, чтобы разгрузить коробки и, знаете, чтобы что-то поставить на стеллаже. В коробках пусть основная масса лежит, а на стеллаже то, что будет радовать глаз. Возможно, вот этот будет как раз стоять на стеллаже. Далее, давайте перейдем теперь к Соньке 3, и любители Соньки 3 посудачить о том, что редкая и нередкая, может быть, ну, сейчас замерли с таким, с интересом, как я это делаю. Так, Соник All-Star Racing Transformed. Это тоже подарил мне Женя на день рождения, братан. Респект. Чем она знаменит? Их две части, это, по-моему, вторая, есть первая. Чем знаменательно? Тем, что, по-моему, в эту игру мы играли я, Джаст Евген, сейчас ныне Евгений Пряхин и Аня Кисан, когда мы первый раз встретились у меня дома еще, это было давно, я еще там года два назад жил в другом месте, и мы играли, есть даже ролик такой у нас, и это, кстати, Limited Edition, я не понимаю, почему Limited Edition, бонусные загружаемые материалы, ну, игровые наклейки. Ну, игровых наклеек нету, конечно же. Вот, ну, я не думаю, что это Евген их взял, я думаю, их просто не было. Евген бы никогда не стал вытаскивать игровые наклетки, несмотря на то, что он ободрал, как липку одного инвалида. История будет умалчивать об этом, братан, сам знаешь. Вот, короче, брат, спасибо, родное, спасибо. Ты мне напиши, какие-то должны быть наклейки, может быть, я их найду там, там, где я закупаюсь. Дальше, Time Crisis 4. Вообще, я всю, собираю всю эту серию, уже, по-моему, собрал, есть Time Crisis 1, Time Crisis 2, 3 на PS2, Time Crisis, там, компиляция, там, 4 еще какой-то. И вот купил отдельную 4. Я, на самом деле, люблю рельсовые шутеры, вот такого рода. Ну, не обязательно рельсовые, вот такого рода шутеры. Шутеры с пистолетом, ну, где можно играть без пистолета. Мне очень нравились. Мне нравились еще со времен, не знаю, Let's Land Forces 2, когда я играл в нее. У меня никогда не было в Virtual Cop. Я как-то в нее поиграл, по-моему, играл в автоматике. Мне очень хотелось. Сейчас у меня есть переиздание на PS2. Ну, и на оригинале есть Virtual Cop. Короче, ну, вот эту игру я тоже прицельно купил. И я бы в нее даже поиграл. Эту игру тоже купил, ну, как бы, знаете, с одной стороны, для того, чтобы сет продолжить. Вот. А с другой стороны, как бы, ну, ралли... Мне тоже нравится, как бы, раллийные гонки, поиграть. Это WRC. Короче, вот такой вот. Четвертая часть. У меня есть первая, вторая, третья и вот четвертая. Но я полез смотреть. Они, по-моему, начинались со второй. А что же у меня там на первую и вторую Соньку? Короче, вот сейчас мне надо... Потом, после того, как я сниму, полезу, посмотрю. Вот. Она, кстати, ну, ни хрена не дешевая. Ну, как не дешевая? Ну, да там подороже, да, чем там другие. Чем тот же Time Crisis, там, в тех местах, где я беру. И я так прикинул, мне тут... Я взял 600 рублей. А тут, получается, у меня столько же, сколько там. Поэтому взял. Ну, ралли я люблю. Опять же, если она придет к сету, это неплохо. Вообще, ралли мне нравится. Вот. Я в нее даже хочу поиграть. И было бы время, я бы сейчас зарядил. Небольшая такая коллекционочка. Я не знаю, что это коллекционка. Это игра Dead Rising 2. Зомбрикс какой-то эдишн. Вот. В чем фишка? Не буду... А, ну, достану уже. Здесь находится ручка в виде шприца. Вот с этой отравой против зомби. Я не знаю, не играл в вторую часть, играл в первую. Она просто неимоверно крутая. Вот. Сейчас надо ее обратно брать. Оп. И тут же лежит стилбук. И там два диска. Один с игрой. А второй с каким-то контентом. Ну, я не мог не взять. Она мне обошлась очень недорого. Я вообще... Ну, я там не коллекционирую. Там какие-то коллекционки. Вот эти большие лимитки, фигурки. Но если подается что-то... Ну, не намного больше, чем обычный бокс. Я всегда беру про саму игру. У меня есть... Выходит уже первая, вторая. Третья, четвертая. То есть, ну, такой есть некий сет. Единственное, что первая на Xbox. Там only, да. Вторая вот на Соньке. На третий. Вот. Третья, четвертая тоже на Xbox. Нужно купить на Xbox. И будет такой сет на Xbox. Это такая коллекционка будет. Ну, блин, прикольно. То есть, как бы я не обломался. Далее. Валькирия Хрониклс. Знаю, такая прессованная, прикольная графика. У меня есть Валькирия Хрониклс. Тоже какая-то лимитка. На PS4. Я купил, кстати, не очень дорого. В рамках проекта No Pay No Game. Вот. Здесь смесь какого-то фэнтези. Каких-то, не знаю, бронетранспортеров. Ну, как бы купил вот только поэтому, да. Потому что, ну, такая игра. В общем-то, ну, прикольная. И, ну, не... Если встречается, то там дешево, ну, обычно не лежит. И вторую игру купил по этой же причине. И она все реже-реже у нас попадается. И опять же, если попадается, то стоит дорого. Хочу купить переиздание на PS4 ее. И вторую часть тоже на PS4 обязательно куплю. Потому что они, по-моему, на русском. Это игра Нина Куни. Вот. Я знаю, что это от создателя вот этого чувака, который нарисовал, внесенный призраками. Я вообще аниме не люблю. Этот фильм я посмотрел, он тоже не понравился. Нарисованный, конечно, прикольно. Вот. Единственный момент мне понравился, когда там вот этот демон, который все жрал, как из него вычислили, достали этот велосипед, вытащили оттуда целый храм. Знаете, целый хлам. Когда вот тянули, я прям почувствовал. Знаете, бывает там, ну, вот из зуба, да, где-то он где-то застрял далеко в дырке, ты вот зубочистки подковырнул, раз прям. И прям чувствую, что дышать легче сталось, да. Я уж не стал, например, приводить вот этот фу, бля, фу, нахуй. Вот. Но вы поняли, да? То есть как бы я прям почувствовал, нарисован так, как будто реально вот из тебя что-то... Мне раз сон приснился, как у меня где-то в носу или в ухе, что-то там я чесал сон, и прям тяну, тяну, и вот такую длинную, чуть ли не веревку достал. Знаете, я как-то достал, и такое облегчение какое-то, инородный предмет из себя вытащил. И вот было то же самое, когда я смотрел этот мультик. Больше ничего у меня там не запомнилось. Вот здесь, говорят, стиль рисунка такой же. Вот. И я еще когда купил, она же такая, видите, бело-желтенькая. Я подумал, выцвела что ли, а потом оказалось, вчера у Евгена был. Она такая и должна быть. И последняя игра на сегодня. Любители аниме там скажите, что это? Ну, я думаю, посмотрю с вами. Я подумал, что это файтинг. Вот такой. Где много-много персонажей с разных аниме, а может быть и не с разных. Это Джи Стар. Victory VS. Victory VS Plus. Такая тема. Тоже я купил там, ну, недешево. Вот. An Exclusive Arcade Mode. Короче, не знаю, что это. Я подумал, что это файтинг, в котором участвуют герои всякой манги там, и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, это какое-то, не знаю, JRPG, но вот похоже на файтинг, судя по скриншотам. Тут с вами будем смотреть геймплей. Вот такую игру и купил. Ну, у нас я ее не видел. Ну, может, где-то и лежит. Ну, я там, ну, так вот в рамках проектов, что я ездил, ну, не натыкался, а здесь наткнулся и решил купить. Вот такие вот дела. На сегодня все. Я надеюсь, у меня были годные какие-то вещи. Надеюсь, о каких-то вещах, рассказывая о которых я ошибся, там, сделал, может, какую-то ошибку, ну, в ее истории, предыстории и так далее. Вы меня поправите в комментариях. Я всегда их читаю. Поэтому, ребят, с вами был Станислав Андреевич. Здоровья вам, вашим близким. Берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!